всем привет я на даче и решила выйти в эфир взяла с собой немножко мелочка и немножко глинки сейчас будем чуть-чуть хрустеть привет привет всем привет главное не уронить меня нормально видно или из-за тени и слышно нормально нас верно привет саня потише я видео снимаю незнакомка да я на даче у меня есть интернет тише 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 чё ты хочешь ничё здрасте 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 куда ты уселся с тобой здрасте незнакомка ой милка милка чё это за милка б да я prompt cap ой ой обоих ой о лю Мама, а ты видишь что-то у меня? Угу. А я смешной, да? Очень. Вкусно. Еще что будет. Другие глины. И мел. Ну да, я мелко назвала, чтобы людей не путать. Кто знает просто смысл. Я тоже хочу здесь посидеть. Сидеть, а что не даю? Ну тут горязно. Горязно? Да. Почтем мне подстереть. Да ничего, просто засадись и все. Я так никогда не буду видеть. Саш, ну я уже не буду ничего передвигать. Ты куда? Ну вниз. Триhat. Где ты? Где я? Где ты? Угу, мой лайк съесть, да. Ммм, вкусно. У меня и правда есть солинка. Эфир только начался. Главное, что меня комары не съели. Жулик. Будет сниматься. Это ещё будет сниматься. О, белки-белки. Как с ней надо делать? Почему? Да, у нас время такое же, как в Москве. Давай я покажу, как я умею. Давай я покажу, как я умею. Давай я покажу, как я умею. Как? Почему? Да не буду телефон пробовать, потому что он упасть может. Саш, всё, так не надо уметь. Разобьёшь ещё? Сын пробовал, но не понравилось. Один раз. Сколько тебе лет? Пять. Уже двухколёсный самокат уже. Давно. Я не глотаю, нет. Вот мы на дачу приехали. На самокате, да? Не на самокате. Ну да, на самокате вместе двухколёсном. Угу. Смешно, да? Смотри, прочитай. Смешно, да? Угу. Угу. Привет. Почему у нас так светло? Потому что солнце ещё не село. Ну вот так, немножко село так. Так что ещё можно пахать на даче, просто я уже очень устала. Уже летом. И это мэм. 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 Так я сейчас буду хрустеть, а ты должен молчать. Понятно? Угу. Почему? Потому что, когда я хрущу, надо молчать. Угу. Поняла. Поняла, Люб. Вот как я так умею свистеть. Все, тише. Продолжение следует... 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 Да... То, что познают, это понятно... Просто... Это же тяжело, это же стресс... Мы ему, конечно, ничего не запрещаем... Но... Надо все равно как-то приучать ребенка... Ну, не к аккуратности, что ли, а... Понимать... Ну, как бы... Думать о последствиях, короче... Глаза по-разному выглядят... С бровью и без брови... Надо тоже стереть... Чтобы они одинаково выглядели... А-а-а... Капец... Капец... Турмалин? Нет, не пробовала... Нет, не пробовала... Туркестан? Да, у меня есть... Яшва... Да, скрипит... У меня нет чародейки... Угу... С детьми вообще тяжело... Почему тяжело? Потому что вы падаете и разбиваетесь постоянно... Кто? Дети... Ругаем за ссадины... Вы что? Нет, конечно... Вот тебе еще место... Спасибо... 27 years... Ты че такое? Ты немец, что ли? Мам... Нет... А че тогда так говоришь? По-немецки... А? Не по-немецки, а по-английски... 27 years... Почему ты по-английски говоришь? Потому что у меня спрашивают по-английски... Потому что у меня спрашивают по-английски... Мам... А зачем спрашивать по-английски? Знаешь? Угу... Туркестан... Туркестан... Я передумал... Хотя... Туркестан... 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 По-английски я еще знаю одно слово... Пинк... И... И это... И... Сейчас здесь... Туркестан... Ты пока говорила... И знаю еще по-английски... Hello... Малее... Hello... Это Волочек мокрый... Hello... Hello... Да... Мирным... Жителям освободенных территорий... Хочу особо обратиться к военным врачам... Soyn Fisher... Иссух... Эти песни... А я сейчас его рубил... Капец... Просто это... Не обращаться на это внимание... Угу... Да... это просто говорят это чтоб раньше это раньше так говорили не обращать блин звук оттуда идет а там все слышно дамам почему так и как-то это у дяди вовы тебе написали hello и вам тоже hello и вам тоже hello pink бонк бонк чем г цена 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 баконбин бисц цена мэл мэл зачем вы по-английски говорите и так почти не умею говорить потому что люди с другой стороны они говорят только на английском ты вот на каком языке разговариваешь на русском а они на английском русские пишут по-русски а они кто по-английски тот по-английски могут и по-китайски по-немецки по-английски меня слышно прием прием как слышно фильм фильм саника маску крадешь слышно меня или нет принести там внизу у холодильника моя зарядка пожалуйста все отлично быстрее только ладно не торопись ладно не не торопись эти умоляю вы держись крепко там все знаю что может случиться не знаю я была нормальным ребенком ну я особо так нигде не разбивалась ничего не делала маме ну старшая сестра ну тоже так особо не помню я чтоб там что-то там пипец какой-то мы ничего не ломали никогда себе кроме мама салим привет поэтому максимум что было страшного это нами коленки разбивала голову у холодильника вот так лежит розетка большая вот том чего еще коньком мне один раз коленку порезали а он что не знает а чё такой туда а блин ножка я сочувствую всем а ну вот самое страшное что со мной происходило в жизни это вот это все больше ничего так да папа напрямую за ты 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 просто пошла летом на улицу гулять лыжник сбил ответную историю у нас будет вот за этот сезон состоит до этого года поста лета следующего это очень серьезный объем мы позволим выигрывать по прогрессу мирового праздника вы можете что-то не видеть по прогрессу мирового праздника но я хочу очень вылечко сказать мы совсем не рады тому, что нам могут быть какие-то негативные последствия для каких-то стран и мы не рассчитываем мы рассчитываем на то, что правосудисты из Устокии возобладают у меня ребенок застрахован может, на дзюдо ходим, там страховка обязательно да я думала, он знает была зима понятно, когда-нибудь поехали на лодочный курорт мне качель не лоб пробили я помню, я просто мы катались на качелях у нас в дворе были качели цепочкой на цепочках и цепочка порвалась и мы просто палкой, короче, соединили и катались и я раскаталась на всю почему-то, ну как обычно под качелями всегда лежали бетонные такие типа плиты ну вот это обязательно на всех качелях почему-то было естественно цепочку порвалась я вот так упала назад но не разбилась у меня уел дак она планирую секунду я попробую подключить зарядку так ты потом потом это я говорю по-английски это всем сих а как ты там хоть там было болвольствовать где я сяду сюда нет потому что я здесь сижу здрасьте приехали наша молодец ой мне не отпиленного так по моему это астана да и и и и я не получала качелями по голове у меня было охуяльное детство не поверите качелями я не получала папашки зато я раскручивала быстро карусели упала и они так надо мной крутились шалаши да вы что у нас такие были шалаши вы даже не представляете мы сами там стены с кирпичей строили правда потом играли мы кирпичи грязью лепили потом играли в казаки разбойники это стенка на нас на хрен рухнула просто и и и и и и сейчас дети мне кажется такого не делают потому что просто негде раньше все было спокойно сразу дворники уберут жаловаться начнут еще что-нибудь даже в наше время у нас подъезде вы были вредные бабка с деткой все они до сих пор живые нажаловались на наш шалаш дворнику и разобрали просто его мы его столько строили я инструмент из дома таскал меня за них ругали они взяли просто пришли с дворником все разобрали кисбрысь мяу это очень взрослая игра для детей это было жесть я ненавидела эту игру играть у нас просто за домом огороды я не знаю кого есть такое в городе у нас раньше некоторым квартирам типа огороды при приветовались прилагались у нас за домом прям огороды а там дальше шла такая большая кирпичная стенка и за стенкой интернат то есть там просто свободно мы там вообще что хотели творить и нас писать жаловались игра мяу какие-то Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok это были вши, вши были у всех, через два дня все вышли вонючие керосином, блин, это ад, когда тебе от вшей керосином волосы поливают, пиздос просто, темой, когда ты маленький, ладно, еще взрослый, а маленький вообще от адский, ну не хуже клопов, но тутят да, клопов их вообще фиг выгонишь, они, если где-то там в щель все залезли, все да, у меня тоже вот были длинные густые волосы, но, кстати, я помню, я не помню, у меня, походу, два раза, что были вши, я помню, что один раз керосином, и видать не помогло, я помню, мама просто в аптеке какую-то зеленую такую, типа шампунь купила, и все, и я ей помыла голову, и все, да, аноним нет, нету, ну, в 4 года не так страшно, мне уже было лет 8 ой, гниды вычесывайте, так садишься, мама еще всегда обязательно стерила белую тряпку, чтобы видно было, садишься вот так, и начинают гребнем, гребешком таким, частым вычесывайся, обусмотрел. вот вот пятеро вот . А девочка точно сучка Дорана. Купила мелкие в магазине, а они горькие. Какой-то сорт. Купила трусы в магазине, а они мне большие, какой-то размер. Ну, вам не кажется, странный вопрос, недостаточной информации для ответа на него. Где, что вы красили или это мел на руке? Это мел, а это я сейчас вот плюнула и все на меня брызнула. Это какой-то Туркестан, по-моему, белый. Туркестан Туркестан Туркестən Туркестан Если что, я вам рассказываю, я был в шлепках. Да, давайте, я даже дома в глядных шлепках хожу. И пачку полы. Мама, мама, можно я ловить? Нет. Чему? Нет. Чему? Нельзя, потому что. Господи, что вы все-таки обидчивы? Это же просто шутка. Что я вам такого сказала? Все такие нежные. Как пиза подснежная просто. Никому ничего нельзя сказать. Учитесь отвечать с юмором. Тренируйтесь чувства юмора. Вот если бы мне кто-нибудь отвечал бы, так же, как я отвечаю кому-нибудь, у меня было бы интереснее бы. Это я на даче. Субтитры сделал DimaTorzok У нас жарко. Ну, сейчас уже нет. Какая у меня глина есть? Яшма, милка, туркестана, коричневая, по-моему. Какая-то неизвестная. И какая-то еще неизвестная. С трусами все прекрасно. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. Спасибо, мне тоже нравится новый формат. Самую смешную историю, которую я вспомнила вот сейчас, я ее просто не могу рассказать, он меня убьет. Вот что-нибудь такое, что можно рассказать, смешную историю, блин, я у меня, м-м-м-м, Юка на связи, я на даче. Я сегодня так напахалась, завтра буду так, как обезьяна. Кот просто охреневшая рожа. Я просто села снимать видео, он никогда не лежит со мной на диване, никогда не лежит со мной на диване, чтобы вы понимали. Я села снимать видео, он прям приперся и лег прям рядом, как специально. Я говорю, ну ты вообще прям... Ой, девочки, станок, заходите, вводите в интернете. Стационарная пила. Я вам могу рассказать, это такой станок, там такой, но они есть разные. Кто-то может на циркулярке пилит, это когда большой такой круг, он быстро крутится, и вы вот так пропускаете мел. Ну, а скорее всего, что мне больше кажется, по линии среза, у них стационарная пила, где вставляется полотно, и оно вот так вот быстро-быстро туда-сюда вот так ходит. Ну, то есть, естественно, я с такой скоростью не покажу. И так же пропускаются вот эти все куски. Скорее всего, это такая. Просто вставляется вот так вот. Закрепление полотно, пилющее. Он быстро двигается, и проходится в ДАКСО. Это не секрет. Просто видите в интернете, работа, стационарность пилы. И все. Никто не будет свои секреты раскрывать. Боже мой, вообще. Свой мел пилить, не, не хотела бы. Вот, даже у Ани в магазине такие продаются. Боже. Ну, то, что кто-то может, конечно, как она там пилит обычной бензопилой, то, конечно, они показывать не будут, потому что это, во-первых, грязно бензопилой пилить. Ну, конечно, но это я сомневаюсь, чтобы в таких количествах так хорошо пилили, и бензопилой-то не напилишь. Это, по-любому, обычная стационарная пила. Поэтому ничего в этом нового, интересного. Кто заморочились? Пахнет бензином. Пахнет бензином. Где авария? Пахнет бензином. Пахнет бензином. Пахнет бензином. Продолжение следует... А сейчас звук появился. Мне просто звонили. Саш, возьми в рюкзаке свой телефон, принеси мне, пожалуйста. А у меня нет, я не брала. Я взяла. Я взяла. Так чего ты раньше не говорила? Девочки, все, кто там что говорит, какой пиленный станок, номер один. Чего вы кого слушаете, твою мать? Если бы вам это не показывают, если бы у них был действительно пиленный станок, номер один, они бы в первую очередь его показывали, хвастались и говорили, смотрите, на чем мы пилим, какое у нас качество. А то, что вам не показывают, значит, у вас наебывают. Почему нет видео? Ну, понятно, что никто не хочет снимать, кто как пилит. Потому что неизвестно, кто в каких условиях и что как пилит. Ты же не покажешь, если ты это в каком-нибудь гараже пилишь. Катя вам показала, она просто пилой это допилила, но, естественно, у них никогда такие куски не получатся. Да. А на маму работают. Зачем он тебе? Папане позвонить. Папане? Да, кто он звонил? А, он через интернета нет. Рук, Макарек. Блин, ну ладно. Блин, вот бы на нашей даче тоже было интернета. Угу. Они вам тоже сначала рассказывают. Мел вкусный, а потом оказалось, это с горы, с дождем стекло, говно. Они лопатой нагрузили, высушили и продали. Больше слушайте. Видео, смотря какое. Такое. Такое. Это говорили, что у меня есть. Ммм, это мое. Я сказал, с чего это? Да тут нет интернета. Мне надо ничего скачивать. Это мой телефон, свой возьми. У меня там вообще ни интернета нет. И здесь нету. Вечером включу. Смотри, смотри аккуратно. Отойди от края. Там есть. Нет, там нет. Там такой интернет. Давно не падал, Саша, осторожно. Нет, папа вытащил оттуда симку. Там нет интернета. Почему? Зачем? Потому что он свой телефон вставил. Я боюсь, вообще. Смотри под ноги. Ты тут отпускаешься. Доброе утро. Я спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...